Всем привет! Мы сегодня едем в гости к Наталье! Снова на выходные, потому что Наталья нам хочет показать дом завтра. А сегодня Винсен приготовил лазанью для нас. В общем, мы едем сейчас. Заехали в магазинчик, чтобы купить вкусняшек. И скоро прибудем к Наталье. Она нас заждалась уже, звонит, где вы, где вы. А мы здесь. Вот мы и приехали к Наташу. Наташа, привет! Наташа, как всегда, позитивна, красива. Здесь Люба. Люба в прошлый раз подарила нам караоке. Спасибо огромное. У Любы тоже свой канал. Здесь есть в Америке, так что американский. Да, мы покажем. Есть собака красивая. Хаски. Оставим ссылку под видео. Так что смотрите. Винсен приготовил лазанью. Сейчас мы поставим лазанью. А еще одна в печь. Две лазанья. Обалдеть, как классно. Объедимся сегодня. Соус. Соус. Обучение блогерскому мастерству. Так, нужно. Почему можете лазанья? Стоять. О. Ха-ха. Ха-ха. Мне здесь, чтобы не нравится. Когда ты еще разрушаешь. Ой, как красиво. Я режу лазанью. Муж сказал, что она должна встыть. Но у меня не хватает. Терпи. Терпи, я не терплю уже, все равно разъезжаю Нужно слушаться мужа, Наталья Нужно, но Нужно не слушаться Вот у нас будет тема для Если муж нас любит очень сильно То можно не слушаться Здесь бревна продаются в упаковках В упаковках бревна продают И мы сейчас его забросим в камин Да Класс Как брикеты мороженого прям Вкусно И почем такое бревно? Я не знаю, там в упаковке продаются там 6 штуки Можно по всякими разными запахами Запах, как ухудрение Всем доброе утро Мы проснулись В прекрасном настроении Потому что такой потрясающий вид Наталья готовила блинчиков нам Покушали Сейчас поедем смотреть дом Красивый большой дорогой дом За 800 тысяч Какой красивый дом Наконец мы приехали Пальм Фонтан Настоящая вилла Сколько аренда стоит? Дом 2005 года Да Пальм сколько? Я думаю, здесь пальм Вова думает, что одна пальма 15 тысяч долларов Да, мне так сказали А здесь 20-30 Какой красивый потолок Я такого никогда не видела Прикол, да? А что? Это святая вечеря И она не в темно-кожей Прикольно Вот, смотри, это спайл Вообще, конечно, если все это облагородить Конечно, да Да, это надо все выкинуть, конечно Вот здесь живут афроамериканцы Да, мы не ожидали Не ожидали Причем они здесь арендуют У них здесь как в клипе Они, может, клип снимают? А он такой на Поршко-Ени подъехал Весь в золоте В биллиантах Ну да, прикольно Да Этим домом нужно им заниматься Пойдемте дальше Это значит Потолки какие-то сочи Бильярдные Люстра, наверное, не знаю, сколько стоит Но они используют этот стол как стол Да По назначению Стул, смотри, что со стулом Кухня Огромнейшая кухня Я вам хочу объяснить, что этот дом Шорт-сел Что значит шорт-сел Человек, который владеет этим домом Он не может больше платить Дом принадлежит банку Поэтому Дом, видимо, банка Карендует или что Я не знаю этот дом Поэтому всем наплевать на этот дом В данный момент Может быть, они даже здесь нелегально шут Вот, в данный момент Всем наплевать на этот дом Поэтому, конечно, дом 2005 года И он новый Если его, конечно, отремонтировать Он шикарный дом Ну, что сейчас вот люди такие живут И мы вот наблюдаем Прикольно, конечно А когда ты приходишь в дом смотреть Везде включен свет Подготавливают дом к просмотру Здесь ничего не подготовлено И это очень интересно, кстати Это первый раз у меня Первый раз такой опыт Что мы так ходили Да, да, это отношение Кто-то смотрит телевизор Такой, скажи, не бывало Да, да Это когда я присутствую Сюда что-то не то происходит Мы даже не удивляемся Потому что у нас в Казахстане Это нормально Конечно, дом Да, вот посмотрите, как живут американцы И смех, и грех я не могу Вот так живут американцы Там кто-то спит еще Так, здесь у нас тоже что-то лежит Так, здесь детская комната Здесь пацанячая Смотрите, как запустили дом Здесь произведения искусства Там картины такие красивые Да, да, вон произведение искусства Ты посмотри, я вам хочу сказать, конечно Что они тут делали в дом Это интересно Произошло все мои ожидания Жесть Нас здесь не убьют? Да, я уже Нет Посмотрите, у них даже мебель такая хорошая Дорогая, да? По мне, конечно, не очень Мебель, да, действительно старинная Да Я в шоке А он даже нечего Я никогда не была в таком доме Он закрыл прохлоп туда Да? Закрыл прохлоп туда Там, наверное, что-то... Боже, а там все валяется Да, он закрыл специально Там на полу просто происходит что-то страшное Там все валяется Они бутылки бросают, прям плюют туда Жень, помнишь, мы жили возле этого здания? Возле этой станции? Да Да Здесь выход еще Ну, конечно, он... Посмотрите все Какие тут piece of art Посмотрите, какие вещи Да, конечно, колонны Все красиво Но... Бассейн? Его как будто бросили Десять лет назад И все Три года они здесь живут Они ухаж Они три года живут здесь, да? Да Это все здесь очень шикарное Оно, видишь, оно... Все запущенное Бросили комнату Бросили комнату, да? Красиво Сделано В общем, нас не пустили в хозяйскую спальню Я думаю, что там такой бардак Просто, что даже они не захотят... Жена, thank you Я пребываю не в легком шоке И даже не в среднем Сара Я просто в шоке Посмотрите, что в том доме Просто ужас Ужас, Сара, вот видишь Какое мнение у нас У вас такого никогда не было, Наташ Скажи мне, Сара, как ты думаешь Вот этот дом, ты бы поехала жить? Нет Почему причина? Скажи причину Потому что там не смывают Аааа, точно, вот это точно самое главное То есть, вот такой вот купчер Они специально делают все, чтобы это было невозможно было Да Они именно, наверное, это и делают, правильно ты говоришь Ты снимай, Жень Так это такое возможно, что ли? Ну, видимо, возможно, да Ты сними вот это, да Ты не имеешь права выгнать людей с детьми Тут закон такой, да, есть И вот они этим пользуются Серьезно? Да, они катят специально И никто этот дом не купит Потому что люди, которые видят это Они предложат 200 тысяч, да, самое большое Да, да, как я Естественно, владелец, он не согласится И это вот так вот круг идет Во-первых, они должны уйти из дома И максимум один человек в доме должен быть Тут целое семейство Они бегают там по лестницам Собаки Собаки Собаки, да Туда нельзя, там нельзя Туда мы не пустим, да Это страшно Я хочу сказать Это, я думаю, что это вообще классно, что вы, наверное, попали сюда Потому что теперь я знаю, какие бывают еще ситуации Да, сколько вы посмотрели домов вообще за свою жизнь в Америке? Сколько? Много я смотрела домов Ну, примерно, сколько? Не меньше тысячи, да? Ну, нет, может не тысячи, но пятьсот Пятьсот домов вы видели, и это первый раз, да? Ну, вот такую ситуацию, что я видела дома запущенные, да? Но там никого не было, там уже никто не жил, он принадлежал банку И были запущены, но вот так, чтобы прийти, вся семья живет, значит, мы ходим по дому Нас не пускают, как говорится, ни в комнаты и говорят, что у меня там жена лежит Собака там, да? Такого не было никогда Да, и никогда никто их не выгонит, потому что они с детьми, понимаешь? Есть такой закон, с детьми на улицу не выгоняют Он может подать на них в суд, они будут платить там ему по 100 долларов в месяц Сколько могут, потому что именно сколько могут они платят, понимаешь? Кошмар Я не знал, что такое можно Ну, вот мы и добрались до Любиного дома Конечно нет, она блогер, она только будет рада У Любы классная собака Собака Хаски Сочи Сочи, Сочи Ну-ну-ну-ну Миши Хеллоу Сочи, смотри какая она Она радуется, радуется, она не злая Ой, как милок Хеллоу Снова к милок Снова к милок Можно к вам? Можно к вам в гости? Можно, конечно Здесь закрываем А с камерой можно? Конечно Ты смеешься Женя у нас в гостях Какая собака Не бойся, не бойся Не бойся Сочи Это комната не до Мороза Вааааааааааааааааааааааааааа Проходите О, вы что тут? А я хочу елку поселить. Капец. Если не взлет елка, то... Серьезно. Специальная комната для Нового Года. Некого больше поселить. Они у вас тематически. Теперь на Валентина готовьте уже. Все, сердечки. Сердечки. Ну вот, вот, Дед Мороз, посмотри, он шевелится. Дед Мороз шевелится. Ну вообще. В Сочи. Сочи, какая собака, да? Да. С Верикой. Это мужская комната. С драконами. Это он сюда убрал, чтобы мы... А, ничего. Да, откуда у вас эти фотографии? Посмотри. А вон Хэллоуин, смотри, Шейн. Хэллоуин очень любили. А что, любили? Бегали вот все. Ничего себе. Круто. Теперь открываю вам еще у него тут русская. О, май гад. Смотри, это настоящий пистолет. Да. Настоящий пистолет. Да. Только не нажимай. Я не нажимаю. Это, вот видите, у него шапки и ушанки. Ой-ой-ой. Да, у Любы, оказывается, тоже есть своя комната. Слушай. Это известная синяя кресла. А-а-а. Мы делаем в репортаже. Моя рубрика «Синяя кресла». А здесь русскую программу включаю. А-а-а, чтобы не мешать, да? Классно. Это мой классик. Немножко тут сейчас послалительным составом. О-о-о. Вот вы друг другу не мешаете. У каждого своя комната. Но он так далеко там. Конечно. Встречаем? Очень удобно. Правильно. Ха-ха-ха. Со стуком, да? Слушай, нёд иногда побежит. Да. Как ребёнок. Люба наготовила тоже льду, салатик, да. Круто. Ягодка какая. Для Сарочки специально купили крупную. Почти 40 градусов, как в Японии у нас баня на улице зимой. Люба, спасибо. Саре подарили маску. Сара, Сара. Сара. Спасибо большое, ребята. Вот мы и добрались до нашей квартиры. Сняли мы её на R&B&B. R&B&B. Оставили нам ключи вот в таком замке. Мы не знаем, что здесь и как. Второй этаж, я сейчас пошёл на второй этаж. Ты аккуратно. Вау. Ну вообще, как бы. В общем, они. Чисто? Красиво. Мама, иди ты. Сейчас, зайка. Мы сейчас проверим здесь первые. Здесь даже еда здесь. Она говорит, вы можете пользоваться всем. Пошли посмотрим, что там. Мягкие ступеньки. Да, тут подавали вот так. Ну, лучше так не лазить. Тут две спальные. Ох, тут две спальные комнаты. Как клёво. Ох, тут ещё. Ох, 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 ох. Одна. И вторая. Спальня. О, тут здесь даже клетка для собаки есть. Ты, если у кого-то животное, представляешь? Сразу хочется готовить на кухне. Сегодня у нас паста с мидиями домашняя. Уже соскучилась я по готовке. У Натальи недавно вот готовила борщ. Всем понравился. Сегодня дома пасту. Что, наш ужин готов? Ужин. Да, мидии получились. Паста интересная, вкусная, мне кажется. Сара тоже своя паста, но она мидии не хочет. У неё тут яички. Мы подумали, что это молоко. Как-то невнимательно прочитала. Это однопроцентный кефир оказался. Несладкий, хороший, как у нас, в наших странах. Кефирчик нашли. Зато будем знать, иногда так хочется кефира. Сара у нас вот такая помощница. Молодец. Да. Начинает нам потихонечку уже помогать. Уже большая. Моет посуду так чисто, красиво. Очень нравится Танхаус, в котором мы остановились. Выход, получается, на первом этаже, сразу на территорию. Но это внутренний двор. Пальмы здесь, газончик подстрижен. Соседей вообще не видно. Как будто никто не живёт. Мы сейчас пойдём на озеро. Здесь прям вот озеро рядом с комплексом. Хотим посмотреть, что там есть интересного. Наверное, птички снова. Озеро огромное. Сара, помедленнее, тут могут быть змеи. Змеи и аллигаторы. По-моему, вон аллигатор. Лучше не рисковать. Не подходить. Я уверена на 100%, что здесь есть аллигаторы. Да, ребята, мы яйца обнаружили. Представляете, это чьи-то яйца. Это может быть вообще-то? Какой-то птички. Нет. Их трогать нельзя ручками. Это не птичьи яйца. Но похоже на куриные. Нет. Это может быть змеи и яйца. Змеи и яйца. Да. Змеи закапывают яйца свои под змеи. Да? Закапывают. И может, одно яйцо остаться. Ты думаешь, это кто-то раскопал яйцо? Да. Может быть. Класс. Но их лучше не трогать. Пошли дальше. Потому что... Мама, это лучше никуда. Потому что... Красивый. Может, опять? Такой красивый вид. Тут могут быть лягушки. Ещё погода наладилась и сразу хорошо так стало. Мясо и рыба. Классно. Мы боялись, что нет газа. Оказывается, есть. Нам всё оставили. Мы хотим попробовать. Позвали гостей. А не знаем. Я первый раз на этой готовлю. А, я думаю, зачем ты рано одного тренируется, оказывается. Я хочу потренироваться, всё проверить. Мусор нашёл. Мусор. Стейк уже замаринованный, готовый. И я его жарил совсем чуть-чуть. Ну, конечно, чуть жестковатый, но... Но он всё равно. Я его совсем мало жарил. И он, в принципе, такой должен быть. Что, ребят? Я надеюсь, вам понравилось это видео. Мы сейчас выезжаем из нашего танк-хауса. И будем смотреть квартиру. Я думаю, что мы её нашли уже. Ура! Так что осталось совсем немножко. И вы узнаете, что же будет дальше. Мы собираем вещи и выезжаем. Всё. Увидимся в следующем влоге. Люблю вас. Целую. Пока. Субтитры подогнал «Симон»